Поговорили о высоком и сошлись во мнении, новые небоскрёбы Барнаулу нужны. Об этом говорили застройщики, чиновники, архитекторы, ресурсовики и с ними согласились даже общественники. Вопросы в деталях и деталях важных. Например, в очередной раз вернулись к проблеме генплана. В своё время мы отдали Питеру, Ленинграду, так скажем, проектировать наш генплан. И так он не приживается, и не идёт, и не развивается. Нужен генплан развития, нужна своя группа в городе, которая будет постоянно этим заниматься. И архитекторы согласились, генплан нужно прорабатывать и корректировать силами города. Участники круглого стола даже договорились, что строить высотки можно и в центре. Только вопрос в том, как здание будет вписываться в архитектурный облик. Вокруг нужно обустраивать территорию, озеленять, делать удобные для прогулок и транспортных парковок. Многие новые кварталы, которые появляются в индустриальном районе, по мнению некоторых участников круглого стола, как будто и не были рассчитаны на людей. И это при том, что в Барнауле низкая плотность населения. Плотность Барнаула, количество жителей поделённое на площадь, сейчас где-то 1,9 тысяч человек на квадратный километр. Если посмотреть все ведущие города, которые сейчас считаются самыми комфортными для проживания, я посмотрел стоп из списка самых комфортных для проживания городов, везде значительно выше. В 5 раз, в 6 раз плотность выше. Чем шире город, считают эксперты, тем дороже его обслуживать. А в Барнауле земля используется неэффективно, так что нужно уплотнять застройку, в том числе и за счёт высотного строительства. Тем временем общественники сторонникам этой идеи напоминают – нужно, но только в диалоге с горожанами. Андрей Дреер, Николай Шелко. День с толком.